Да, сегодня будет довольно необычное видео и в то же время довольно грустное. Я хотел выпустить совершенно другой ролик, но поскольку я не успел его снять, а я стараюсь придерживаться сейчас некоторой регулярности и радовать вас новыми видео каждый понедельник и четверг, то решил записать это видео. Я оказался рядом с одной из старых культовых площадок, на которых в Москве зарождался воркаут, рядом с метро Алексейской на территории какой-то школы. Но когда я попал сюда, я понял, что классным ролик не получится, потому что какой-то дегенерат, а другого слова у меня нет, снес эту замечательную площадку, которую я вам сейчас покажу, и поставил вот этот ужас. Давайте сначала вы насладитесь кадрами прекрасных советских турников, которые не один десяток лет радовали школьников, жителей окружающего района и позволяли им тренироваться и поддерживать отличную физическую форму и свое здоровье. Да, и я тоже был в числе тех, кто занимался на этой площадке несколько раз. Один раз я тоже здесь случайно оказался и как раз познакомился с Михаилом Мухарьяновым, который учился в этой самой школе и занимался на этих турниках. А теперь я предлагаю вам посмотреть на то, во что это все превратили. Помимо того, что, как вы уже поняли, никакого лабиринтика за моей спиной нет. Итак, у меня просто нет слов. Вместо отличных турников, посмотрите, вот этим конструкциям, на самом деле, им не больше пару лет. Они уже полностью убиты, проржавели. Те брусья тоже точно так же выглядят, это отвратительно. Какие-то непонятные хренотени для пресса, лавочки, которых уже наполовину нет. Вспомните, какой высоты были турники и какой они сейчас. То есть, какие-то непонятные кольца, зачем это вообще ставить? Это ставил человек, который либо вообще не занимается на улице и не знает, какими должны быть уличные площадки, либо просто за откат, потому что производитель откатил ему хорошую сумму, и поэтому решили заменить хорошую площадку, которая могла бы стоять еще десятки лет, на ерунду, которая разваливается прямо на ходу. Я уже сталкивался с этими деревянными площадками этой компании в рамках своего тура по разным площадкам Москвы, когда проходил 100-дневку, и могу сказать однозначно, это отвратительное качество. Отвратительное качество, оно абсолютно не подходит для того, чтобы на нем занимались даже школьники старших классов, не говоря уже о взрослых. И поэтому, когда в следующий раз кто-то спросит, почему современная молодежь больше сидит за компьютером и меньше времени проводит на улице, посмотрите на эту ерунду. Да ни у кого вообще не возникнет желания выходить на улицу и заниматься на таких турниках. У меня бы его тоже не было, если бы я не оказался здесь и сейчас, и мне не надо было бы снимать видео. Потому что то, что я вижу здесь, это отвратительно. Была великолепная площадка, на которой хотелось приходить и заниматься. Получился какой-то отстой. Просто. Это настолько плохо, что я бы сажал тех, кто ставит такие площадки. Суровое наказание, но они этого заслужили. Тем не менее, как я уже сказал, выбора у меня нет, поэтому сегодняшний ролик придется записывать на этой площадке, вот на этом самом рукоходе и чему он будет посвящен. В рамках рубрики «Уличная тренировка» я не только рассказываю о том, как научиться делать продвинутые упражнения, но также буду вас знакомить с различными фишками, различными особенностями уркаута, как именно уличной субкультуры. И в частности буду показывать вам различные тренировочные схемы, которые были придуманы на улице. Первая схема, с которой я хочу вас познакомить, называется «Черная пирамида». В чем заключается суть этой схемы? Вы делаете один подход на одно повторение. В следующий раз вы делаете уже два подхода по два повторения, затем три подхода по три повторения, четыре подхода по четыре повторения, пять по пять, шесть по шесть, семь по семь, восемь по восемь, девять по девять, даже десять по десять. При этом, естественно, шаг можно делать разный, то есть вы можете сделать в первом подходе пять повторений, а во втором сделать два по десять, а в третьем три по пятнадцать, в четвертом четыре по двадцать. Суть понятна. Каждый раз вы увеличиваете количество повторений и увеличиваете количество подходов, которые вы делаете. Получается, соответственно, у вас такая вот пирамидка. Использовать можно абсолютно в любом упражнении с любым количеством повторений. И эта схема довольно интересна для того, чтобы наращивать количество, наращивать тренировочный объем и интенсивность. Я покажу, как она выглядит на примере подтягиваний с 1 до 5. Продолжение следует... Это отвратительный, очень тоненький, узенький турничок, на котором очень неприятно подтягиваться. Естественно, 5 можно не останавливаться, можно идти дальше. Отдых между подходами не регламентирован. То есть вы тут смотрите по своему собственному самочувствию, по уровню подготовки. Самое главное, это выстраивается пирамида. До какого уровня вы ее выстраиваете? До тех пор, пока вы можете выполнять подходы целиком, вы ее выстраиваете. Если в какой-то момент вы не можете выполнить подход целиком, то, соответственно, этот вот уровень становится последним. И вы добиваете его до конца, до конца достраивать уровень. Это нужно делать обязательно. Вы обязательно должны достроить уровень до конца. И не можете уйти, пока его не достроили. Вот такое вот небольшое видео получилось сегодня Небольшое еще и потому, что у меня сейчас разрядится GoPro И я ничего не успею снять, кроме этих заключительных слов Обязательно пишите в комментариях, если попробуете эту схему Потому что мне интересно узнать ваши впечатления И в целом, задача этой рубрики показать, что тренировки на уличных турниках и брусьях Это не просто потягивание отжимания Это нечто намного-намного больше